вам покажу как еще в одной другой программке создать то же самое вы посмотрите результат да то есть вы из кетчап знаете все такое вот и плохо так сейчас мы включим клавиши не ну как бы 1 комнатную квартиру у нас зависла или у вас зависла у вас зависла это сейчас у меня ноутбук поменьше разрешение так клавиши клавиши значит да поехали мы записываем 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 да вот он наш план дома и квартиры поняли вот и надо это дело нам нарисовать значит приступим кубик удаляем перейдем на второй слой 6 и сюда поставили курсор цент чтобы рисовать по плану мы его тут откроем идем background images включаем добавляем изображение нажимаем open ищем его взять да вот это изображение будут у вас показываться только на видах ортографических поняли помните вот этот вкладочку user preference и мы ставили авто перспектив вот не забудьте чтобы она была потому что будете клацать она не будет появляться и не поймете что ж такое вот включили ее затем чтоб опять вы не запутались мышь это план сверху правильно вот и будем им пользоваться только на виде сверху по что по умолчанию трите на любой перехожу она везде есть поэтому вы перейдете он call view и измените на топ все теперь она только с одного вида и больше нам не мешает далее ее нужно привести в масштаб до какой-то тут есть нарисованы у нас данные о там вот как бы вот это стена до 575 метров 70 сантиметров да и раз эти опять же данные в каких-то метрических системах единицах да мы тоже пользуемся метрами дальше мы добавляем play play добавили ум есть и если вы сразу же посмотрите можно даже в режим редактирования до перейти там будут точные данные этого play на смотрите если перейти от мышь дисплей показать длину видите два метра два метра вот то же самое у вас написано в димен шанс сколько нам нужно подогнать размеры то есть вот по самой длинной как бы стороне берем то есть нам на по оси y здесь чтобы было пять метров семьдесят сантиметров пишу 5.7 да это как раз по его 5.7 то у меня мог включен вот а теперь надо подогнать изображение до чтоб она соответствовала вот там в изображении есть настройка вот да сайз его бачка и крути увеличиваем увеличиваем а у меня вот я не могу сейчас тебя дачу вот вот видите уже сразу в общем подогнал видите масштаб да то есть у нас что тут 570 что тут все у нас это устраивает далее можно этот как бы я удалю и добавлю еще один квадратик play заходим в режим редактирования его уже масштабируем и именно в режиме редактирования масштабируйте да потому что если будете в объектном режиме у вас его размеры не будут изменяться это будет просто как бы применяться скил а теперь опять же если вы посмотрите на то мы видим что размеры изменяются и стены где-то по 30 сантиметров как раз вот дальше в принципе вот эти не нужны можете в настройках чтоб удобнее было моделировать вы берете и ставите это изображение поверх вид фронт и тут регулируете еще прозрачность да и она в принципе чтоб было комфортно вот так нам хватит да уже понятно где какие что делать дальше дальше надо экструдить и обрисовывать все вот эти стенки мы тут можем да ну выбираем ребра нажима вы выделяем ребро потом у нас все те же клавиши е да это экструд и сразу же ось указы и идем до этого выступа потому что чтобы сделать этот выступ придется делить правильно делать дополнительные грани опять е игре так можно чуть-чуть сюда здесь уже дед по оси x так ну и вот такая вот операция возможно мудная о так вот здесь в принципе проем его можно как сделать и потом вырезать а можно не делать да я просто нажимаю shift д я копирую эту ну это ребро да и перемещаю по оси вот сюда потом опять и x я уже просто забил и все ну вносить у него он не получал то что до этого может из-за того что я не включила а потом подсветила да не должен может он просто еще не загрузился он уже долго там пока запустится не подождите чуть-чуть так вот сейчас там будет такой момент так вот сейчас там будет такой момент ответить еще с ним надо сделать так ну тут вы поняли что я делаю это же и комментировать не буду вот вот видите вот этот маленький момент как мне сделать о правильно шарим да то есть control r поделили добавили ребро все вытащили дальше мы еще будем пользоваться привязкой они нам понадобятся да вот где-то начиная сейчас с этого момента сейчас по точечкам shift r5 ось x так не забывали до стенки можно до делить но так быстрее будет когда вы иди используете этот лук кат да вам на сначала его применить потом подвигать потом с привязками проще сразу все эти разрезы делать чем потом ну в принципе если забыли ничего страшного да и вот смотрите вот здесь стена да мы должны от экструдить именно до этой линии правильно и это сделать точно иначе у нас вся стена кривая будет вам рендер тоже такой кривой поэтому мы выбираем вот тут привязки к точкам и привязки я уже вам по моему говорил что можно их активировать сразу да и в режиме вот нажимаете г да то есть игра перемещение вы наводите к точкам вот видите она залипает вот но это не всегда удобно удобнее пользоваться тогда когда это нужно то есть смотрите я нажал е экструдирую по оси y и control зажимаю и подвожу до нужной не точки видите срабатывает привязка поняли опять е и крикой до control и точку все и теперь все идеально ровно да ну я просто покажу что можно и так и в принципе там появится один момент который надо показать опять x control зажал сюда x сюда вот эти два ребра мы уже берем идем ну или меню работы с ребрами да control е вызывается нажимаю control е здесь bridge от шлуп соединили сюда эту стену можно выделить сразу два ребра также экструдируем x и у нас уже все сразу ровно получается вот тут надо до привязку включить control вы кстати на это похода когда это делаете хотите видеть если размеры без проблем включайте вот эту опцию до показывать лэнкс и у выделенного ребра он будет показывать длинный и у ребер которые изменяются ответьте тоже есть сразу же данные выводят так ну в принципе как бы у нас все вот далее нам это все нужно секструдировать да и секструдировать за несколько этапов потому что у нас вот будет линия разреза окна да нам нужно будет опять добавлять грани мы это подделаем все сразу то есть я а нажимаю выделяю все нажимаю е и первое у нас окно идет но на где-то 85 сантиметров а высота его и пишу . 85 есть следующий разрез нам нужно вот где идет откос да то есть на двери это два метра дальше то есть было 85 и чтобы получить разрез на два метра нам надо добавить метр 15 опять нажимаю е пишу 1.15 есть дальше будет идти окно окно немного выше двери мы его сделаем на два двадцать то есть нажимаем е точка 2 да это 20 и уже наш вверх потолка это будет 250 то есть еще 30 сантиметров добавляем е точка 3 вот все это дело получили теперь это делать закрываем ненужности да мы мы переходим в режим работы с фэйсами сняли выделение выделяю этот фэйс и этот он трогает richard шлупс видите он закрыл то же самое здесь и здесь и можно уже нажимать не контроле и выбирать шифт на повторить последнюю операцию и вот здесь уже выделяем по 2 до дверной проемом 2 метров высоту а вот здесь вот видите да я так сделал тут то же самое просто выделили выделили вот здесь нужен нужно удалить вот видите вот видите извините я хочу вот так а это вообще Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Видите вы удлините эту штуку И например Можете сделать так А затем Опять вы выбираете Там вот эту вот грань Только нужно будет Ну, это чуть-чуть дольше, в принципе, да, выбираем грань, смотрите, экструдируем по оси X, L. Ага, видите, еще как нам привязывали на виде сверху. Так, E, вот, да, экструдируем по оси X. И затем нам просто нужно выровнять опять точки. Мы взяли вертекс, говорим, перемещаем по оси X, Ctrl, зажали, да, и передвинули. Дальше опять выбираем ребро, поехали. Вот тут тоже все можно вот так посмещать. Нажимаем, нажимаем, выбираем вертексы. G, G и Alt. Ой, Alt зажимаем, только еще надо доуказать, опа, в каком направлении. Сюда передвинули. Потом можно вообще, да, выделили точку, Ctrl удерживаем, оп, клацнули тут. Вот, выделили точку, Ctrl удерживаем, где-то клацнем. Ну, вот тут давайте. Вот, нарисуем. Теперь E можно опять же или с Ctrl, или вот он, Extrude, да, до этой точки. Эту и эту точку выделяем, F нажали, да. А теперь выделили 4 точки, F нажали и получили тоже полигон. Теперь выделяем A, выделили все, нажимаем переместить по оси Z, и вот тут тоже привязку включили. Теперь нажимаем E, и на 1 метр. Не, она же не будет позже. Можно на решеточке сделать. А? Можно на решеточке сделать, давай полигонах вы поудаляете несколько, как будто решетка. Да ну, зачем нам решетка, я не знаю. Какая решетка. Какая там красота из решетки. Да, вот тут какой-то вообще непонятный, не знаю, что это за план, и зачем вот эта вот штука сделана. Как сюда лазить. Вот, у вас, то есть, есть столик ваш, мы же моделировали журнальный столик. Нет. Оба-на, что-то я пропустил, да, стратил. Ладно, следующая часть, вам туда надо будет смоделировать столик, поэтому поехали дальше. Перейду, да, то есть комната готова, нам нужен столик. Идем на следующий слой. А столик, опять же, смотреть бы желательно, да, какой там будет у нас столик, будем посмотреть. Поэтому окно поделю. Вот, вот здесь добавляем имидж-эдитер. Так, все же пишется, я по-моему, не знаю. Вот. Добавляем и выбираем наш, ну, пример столика. Вот он, журнальный. Тут мы договариваемся, что у нас, как бы, вот эта вот часть, да, 60 сантиметров. Высота столика 70. Толщина столешницы будет 3 сантиметра. И, соответственно, вот эта вот часть, да, где-то метр двадцать. Метр двадцать. Вот. Ну, а дальше вот тут отступы, ну, понятно, да, что это какие они. Где-то по 10 сантиметров. Метр двадцать. Это где-то вот так. Да, ну, нормально, это журнальный столик такой будет. Вот. И поехали его моделить. И опять же, делаем все точно. Точно-точно. Это важно, да, потому что на рендере, если вы делаете криво с накость, у вас и на рендере так будет все отображаться, и ваш глаз поймет подвох, что это что-то там не то. Вы никогда не добьетесь реализма. Так, то есть, опять, начинаем его моделировать. Возьмем куб. Вот. Переходим, да, там, в какой-то вид. Видим оси. Тоже переходим в наш Dimensions. Смотрите. Dimensions это, по сути, Scale. По формуле вы указываете просто, ну, какие нужные там единицы, размеры, да, а он там Scale, вы сейчас увидите, переделывает его. Ну, и вот. Ось Z. Точка. Три сантиметра, значит, 0,3. Пум. Есть. Ось X, метр двадцать. Один, точка и два. Есть и X, шестьдесят, точка шесть. И видите, весь Scale поменялся. То есть, по сути, это у нас там как-то на два делит он. Да, и получается Scale. Мы могли такие же данные поуказывать при масштабировании. И вот, потом, чтобы редактировать и редактировать все правильно. Ой, что-то я не то. По этому, точка шесть, а тут метр двадцать. Чтобы потом нормально редактировать, обязательно применяйте вот этот Scale, потому что не будут работать, ну, вернее, некорректно будут работать модификаторы. Ctrl-A нажали и Scale применили. Видите, все в единичке сбросилось. Теперь, то есть, это базовый его размер. Вот. Так, ну, тут как-то себе, чтобы видеть это дело. Заходим в режим редактирования. И тут будем уже работать в режиме редактирования с этой сеткой. Нажимаем Shift-D, Z и перемещаем на 70. Есть, переместили. Опять Shift-D, R90. Покрутили. Потом G, переместили. Подвинули, да, к этой точке. G, Ctrl-Z, зажали, подвинули сюда. Да, теперь этот весь объект, он виден, тут есть некое расстояние. Чуть-чуть сместили. Вот. Переходим в режим Z, для того, чтобы я снял выделение со всех этих точек. Опять нажимаю G, Z, сюда, да, подтянули. Вот. Дальше, вот он, моментик такой. Нажимаю N, чтобы выделить один связанный Mesh. Да, вы, то есть, запомните, выводить моди. Это не разные объекты, это все один объект. И делать вот так надо. Дальше Shift-D, X, и сюда куда-то перетянули. Опять же, сняли с этих точек выделения, эти точки сдвинули. Допустим, пусть будет так. Теперь вот эту, да, нужно. А, снял выделение. L, навел, выделил. Shift-D по Z, и вот сюда привязку включил. Ctrl-Shift и левую кнопку мыши. Снимаю выделение, двигаю это дело сюда. Вот. Еще раз. L выделил. Shift-D по оси Z, сдвинули сюда. Теперь сниму выделение с вот этих точек, а эти сдвину сюда. Вот. Возьму L опять, Shift-D, R 90, покручу сюда. Также G, Ctrl, сюда. Чуть-чуть сдвигаем. Снимаем выделение. И эти точки G, Z и сюда. Так, так, перешли там вид сбоку, где-то, да, вот, выделили L, нажмем S, Y, чуть-чуть смасштабируем. А что тут я боксить, Ага, ну, что тут от такого вообще? Так, и теперь заметили, вот этот момент, да, забыли чуть-чуть уже сделать. То есть мы возьмем, сделаем, вот это не надо. То есть беру L, L, нажму S, Y. Ну, вот так где-то смасштабируем. Так, ну, вроде бы так. Все, да? Оставляем. Трубы, трубы, да, это сделаем. Кстати, вы вот, обращайте внимание на сетку, он вам во вьюпорте еще пишет, чему равна одна клеточка. Видите, 10 сантиметров. Вот, то есть, ну, как бы по этим клеточкам ориентироваться тоже нормально. Вот, как бы болванка, стола готова. Да, дальше идем, делаем вот эти трубки. Нажимаем Shift-A, добавляем цилиндр. Цилиндр, да, здоровенный. Вы можете, кстати, вот меню последней операции, или это вот тут, например, да, можете все тут поизменять. Или вот удобнее еще F6 нажали и тут подвигали. Так, сдвинули нормально. Сюда подносим. И опять же, как-то так, пропорции соблюдайте, да, ну, так, подгоняйте на глаз, ну, чтобы она смотрелась не как спичка какая-нибудь там, да. Вот, а чтобы было все хорошо. Ну, теперь я ее сейчас зайду, опять, Ctrl-A, Scale применяю сразу. Зайду в режим редактирования. Где-то как-то сейчас поставим. Так, делаю сюда, нажимаю E и S сразу, да, и сюда утапливаем. Вот, теперь E просто выращу. А теперь я вот здесь удалю вот этот Face. X Face. Вот, дальше это, ну, можно отзеркалить. Я не знаю, у меня на ноутбуке что-то с клавишами как-то, некоторые не срабатывают, его залили чем-то. Так, Shift-D, скопировал, Ctrl-M, зеркало. Но у меня оно почему-то не работает. Я не знаю, или у меня Ctrl тут не работает, или M не работает, да, поэтому я напишу так, Mirror, да, и выберу его отсюда, вот, и укажу ось Z, да, то есть есть, я сделал. Вот, его пробелом вызовем. Да, да. Ой, пробел, пробел. Вот, дальше Ctrl-M, ну, выверну нормально. Теперь перейду в точки, выделю точки, вот эти, нажимаю G по оси Z, Ctrl-U держу и привязал. Теперь выделю целиком объект, W, remove doubles, удалил двойные, потому что они были не сварены вершины, поняли, а теперь они сварены, видите, вот. И, в принципе, вот этот вот лук уже мне тоже не нужен, нажимаю, выделяю его сальтом, нажимаю Ctrl-X, видите, и он удалился. Ну, и вот сделали этот столбик. И еще один. Сейчас сделаем. Теперь перейдем на вид сверху, увидим, что столбик где-то у нас вообще далеко. Не понятно, наверное. Так, куда-то, не знаю, сюда подвинем, сюда. Кажется, мне чуть-чуть потолще его надо делать. Делаю S и Shift-Z. Убираю, исключаю ось Z. Ну, сделаю вот такой. Ctrl-A, применил Scale. Зайду теперь в режим редактирования, выделю все, Shift-D, Y. Где-то так. Вот, теперь колесики. Да, без колесиков столик будет неполноценный. Поехали. Shift-A, добавляем цилиндр. Говорим, а, ну, сразу менюшку F6, уменьшим его. Где-то, ну, чтобы как одно колесико получилось. Есть. И сделаем, чтобы он смотрел на нас. Line to view. Вот. Ну, и там смотрим, может радиус еще уменьшить немного. Где-то такое колесико, короче, пойдет. Нажимаю слэш и я работаю только с одним элементом. Захожу. Сразу же Ctrl-A, применяем опять Scale. Мы масштабировали. Зашел SX, ой, XY. Да, чуть-чуть его уменьшу. Перейду сюда. Сделаю его вот так. Нет, вот сюда. Как будет неудобно. Вот. Выделяю вот эти вот грани. И теперь ES смасштабировали. Сюда как-то подвинем. Сюда как-то подвинем. Вот. Такое колесико. Вот эти вот моменты, видите, когда он отсекает. Это Viewport. Вот видите, меню View и есть клиппинг. А вы тут поставьте 0, 0, 0 какой-нибудь 1 и все, ничего не отсекается. Вот. Выделю чуть-чуть его все-таки. Тоньше еще сделаю. И надо мне будет подобавлять еще рёбер. Сразу же я это на колесике сделаю. Выделяю нужные мне грани. Вот это. Alt и Shift. Вот это выделю. Ctrl-B. Покручу. Колесико покрутил. Выделю вот эту грань. С Alt. Эту. Эту. Ну, сделаю вот таким закругленным. Ctrl-B. Потянул. Покрутил. Вот. И вот эту тоже закруглил. Закруглил. Ага. И внутреннюю. Ctrl-B. Так. Сделали. Да. Теперь. Перешли. Выделили все. Shift-D. Есть. Мне опять надо писать. Выбирать что-то отсюда мира. Неудобно разобраться в чем проблема. Вмень. Сейчас. Вот. Видите. M срабатывает. Я ее нажимаю. Она работает. Ну. Я не знаю в чем короче причина. А в рамках другой будет там нажать. Не левая равна. Так. Я нажимал и тот, и тот. Смещу чуть-чуть сюда. Потом узнаете для чего. Это что там было. Теперь. Выдя снял выделение. Перейду в режим выделения фейса в B. И выделю вот эти вот фейсы. Их скопирую в Shift-D. И S немного масштабирую. Теперь S, X. Чуть-чуть тут сплюсну. Подниму. Вот. Теперь мне надо выделить крайнее. Да. Выделить крайнее можно просто опять же сняв выделение с вот этих вот вершин. Беру B с Shift-D теперь. Опа. И снял. Да. А эти подвину сюда. Такое жирное колесико. Ну ничего. Мы его потом сплю снять. L навожу. Ой. Не туда. Снял выделение. Вот навожу на точку. L выделил эту штуку. Дальше опять пробел. Соли. Ой. Соли. Есть. Да. И появилась толщина. И эту толщину. Упс. Упс. Регулируем. Ну вот. Упс. Три миллиметра. Можно сразу. Точка. 003. Все. Нормально. Теперь хочу тут тоже фаски добавить. Я нажимаю L и нажимаю Shift H. Это спрятать невыделенное. Вот. Снимаю выделение. Перехожу в ребра. И нажимаю Select Sharp Edges. Да. Выделить острое. И тоже Ctrl B. И. Класс. Сейчас вот. Есть. Сделать. Теперь Alt H. Показать все. А. И колесику осталось еще. Торчунчик такой добавить. Так. Ну вот оно. Да. Колесико. Колесико сразу нажимаем так же Smooth. И он затеняет все что надо и не надо. Да. Это вы уже знаете. Есть колесико. Слэш. Показали наш стол полностью. Да. А теперь эти колесики. Так. Наверное я его S, Y немного сплю. Сну такое. Какое-то жирное. Ставим на место. Где там должно быть. Shift D по Y. Выделяю 2. Опять Shift D по оси X. А вот здесь возьму. Выберу. Individual Origin. Нажму R. И прокручу. Немножко. Да. Сделали. Вот. И это как бы наша такая моделька. И еще. Смотрите. Опять говорю о острых углах. В жизни таких не бывает. И это сразу будет для вашего глаза заметно. Нет. Я тут сделаю по-другому. Потому что эта моделька. Например. На передних планах. Эти фаски надо будет. На каких-то дальних планах. Это дополнительные полигоны. Увеличение времени рендеринга. Они соответственно не нужны. Поэтому я сделаю это модификатором. Выбираю там Bevel. Да. И тут фаску делаю где-то 2 миллиметра. Точка 0,0,2. А как можно сказать на логике? Вы все это храните. Да. То есть вы делаете и храните. Дальше когда будет текстурирование. Мы эти комнаты и все что мы делаем. Будем еще и текстурировать. А в чем? Та всему свое время. Научись моделировать сначала. А вам будешь текстурировать. Вот тут там грани. Штуки 3 добавили. Опять же засмузили. Вот. Да. Уже он с фасочками. То же самое применяйте вот тут. Да. Но тут когда вы сейчас примените Bevel. то вас будут ждать неожиданность. Да. Вот это не важно. Он будет как бы... Что такое где-то? Будет добавлять грани там где надо и не надо. Смотрите я добавлю. Почему они тут растут? Да. Они нам тут не нужны. А что же вы делаете? Вот на вот этих не нужны. Ну то есть не нужны никакие сегменты. Вот. Они просто плоские. Нам не нужно их делить. Нам нужно только вот лупы. Ну короче. Нужно нажать Angel. Да. И делить на острых углах. А вот. Angel. Да. То есть ограничение действия модификатора до угла там 30 градусов. То есть вот тут он никакой фаски уже не создает. А где нам нужна она там создает. Тут тоже 0,02 миллиметра. Ctrl-A. Применить масштабирование вот этих наших штук. У нас уже ко всем все применено. Это наш стол. Ну join. Нет. Join у нас чуть-чуть. Нет. Да. Давайте объединим. Тут в принципе. А вы потом разъедините. Не переживайте. Да. Просто сначала я модификаторы поудаляю тогда. Вот. Выбираю их. Он просто у нас. Ну. У нас вот тут фаска есть. И мы если будем пользоваться модификатором Bevel. То оно вот тут он еще подобавляет. А нам эти моменты не нужны. Ладно. Мы вторым способом. То есть можно было так. Но мы сразу сделаем. Я выделяю тут все. Добавлю Ctrl-B. Да. Я могу кстати клацнуть. И вот тут в меню последних операций уже написать. Насколько. Да. И количество сегментов. Вот. Допустим так. Теперь. Выделим сразу вот эти. Сделаем. Опять. Сняли выделение. Выбираем. Да. Sharp edges. Вот он повыделял именно там где надо. Вот. Ctrl-B. Даже мышкой можно сильно не совать. Да. Вот тут. Просто ввести. Вот. Как-то с масштабами все-таки. Что-то не того. Вроде бы scale по одному. А модификатор как-то работает не так. Ладно. Значит тогда. Ручками. Ctrl-B. Все добавили. Почему-то он идет больше. И теперь выделил. Да. Сначала это. Потом стол. Ctrl-J. Все это один объект. И также выделяем колесики. Ctrl-J. Все. Это столик. Так. И теперь нам столик надо поставить в комнату. В комнате сделать пол и потолок. И поставить солнце. И отрендерить это. То есть поехали. Я нажимаю M. И переношу этот стол на слой с стенами. Перехожу на слой с стенами. Вот он стол. Мы его где-то сюда. Возле. Поставим. Возле окна. Дальше переходим. Делаем солнце. А. У нас же лампочки какие-то есть. Вот есть лампочка и камера. Два слоя с шифтом выделил. Взял лампочку G. Теперь вставлю что она у нас солнце. Только мы уже пользуемся Cycles render. Нажимаем use ноту. Тут и 20 поставим. Вот. И наставим. А цвет уже тень не надо делать. Да. Сделаем все как ты хочешь. Так. Да. Сюда там покрутим его. Есть. Теперь на мир надо включить небо. Тут тоже use ноту. Вместо цвета выбираем SkyTexture. Все. Включили небо. Теперь Shift A делаем землю. Ну вот. В принципе хватит. И она же будет потолком. Shift D по оси Z. И вот тут попа. Сделал. Да. И некоторые моменты можно чуть-чуть как бы там поуменьшать. Не знаю. Заходим в режим редактирования. Выделяем там грань. Сюда передвинем. Пойдет. Теперь настраиваем камеру. Хватаем камеру. Нажимаю Alt R. Сбросил повороты. Alt G. Сбросил перемещение. Перехожу на вид какой-то. Нажимаю R и 90. Минус 90. Теперь R Z 180. Кручу в нужную сторону. Г сюда пододвигаю. Где-то на метр восемьдесят. Да. Вот как с человеческих глаз будем смотреть. Вот здесь уже мы можем выбрать 3D View. Нажать ноль. И смотреть на вид из камеры. Да. И видим, что ничего не видим. Вот. Да. То есть это исправляем. У камеры есть опять же лимиты. Лимиты. Да. От Кудова начинать видеть и до Кудова. Да. Я камеру, например, даже вот сюда перенесу. А вот тут клиппинг. Можно эти лимиты показать. Вот. И начинаем клиппинг изменять. И видите. Вот эта вот точечка. Это откуда Кудова камера будет видеть. Видите. Ну так знаешь, как эти ксурки продолжаются на игрок. Вот. Ну сделали, например, отсель. Будет видеть. И все. И там до какого-то момента. И вот наша комната. Вот. Дальше идем. Что идем? Идем в настройки. Вот тут ставим Ambient Occlusion где-то 0.3. Ну там варьировать это. Подбирать надо от 0.1 до 0.3. Это я обычно так ставлю. Перейдем в сэмплинг. Поставим 300 сэмплов. Перейдем вот сюда. Я поставлю полное изображение. Ну хотя для начала, да, чтобы увидеть. Я отрендерю 50%. Потом вам приложу полное. Дальше идем вот тут в настройках. И denoising обязательно включите. Он шумы вам почистит. Denoising. Вот в настройках. Вот. Вот. И советую еще в Color Management. Настройки сцены. Выбрать вот тут фильмик. Вы увидите сейчас вот какой будет блик от света. А потом переключите. Кстати, сейчас не переключайте. Потом переключите на фильмик. И выберите там Base, High Contrast. Вот. Да. А сейчас пусть остается, как было. Default и тут что-то ничего. И что мы делаем? Нажимаем F12. И ожидаем. Ничего, у вас 8. Ядер у вас 8, да. Сейчас уже нагреется, вентилятор включится. А что, шумов кого еще? Шум. Шум еще denoising не работает. Он их обdenoistит. Ну, это же и домашка. Сейчас начнет, она же и останется. Сейчас как раз перемена. Шестол и стены, да. Как раз я сейчас сконвертирую видео и вам его. Так, ну результат я не буду вот это записывать и дожидаться, да. Камеру и видео. Сами, пацаны. Чем я и комментарий еще давайте взорвется. А, я хотел, ну, вот это разве что сказать. Вот тут вот будут такие яркие блики, да. И вам их уменьшить. Ну, то есть вам в итоге, вот смотрите, даже сейчас это там будет. Вот видите, как denoising работает. Все эти шумы берет и убирает сразу. Вот. И вы вот эти яркие вот измените на фильмик. И видите, как оно уже намного плотнее и естественнее. Естественно, нет, нет ни текстур пока ничего, поэтому хоть-то там. А это представляете, что у нас уже с вами нападут текстуры? Да ничего не будет с ним. Так, все. Еще дерьмо яд. Останавливаем.